Что скажет этот еще Павел? Все, что они делали, все, что у них осталось в Греции, может быть, есть на земле человек, который бы сказал нам что-то новое, потому что мы уже знаем все. Это дух пессимизма, апатии. И действительно, греки жили богато. На одного грека приходилось по два, три, даже четыре раба. На каждую душу населения. Они никогда не работали, они роскошествовали и изощрялись в своих речах. И от апатии к зависимости начинает приходить всякая глупость. Человек уже все испробовал. Потом начинает баловаться наркотиками, потому что нет уже тех удовольствий, которые он не попробовал на вершине своей славы. Начинают приходить всякие извращения. И нация оказывается в зависимости. А от зависимости к рабству. И мы видим то, что сейчас происходит с миром. Мы видим то, что сейчас происходит с супердержавой, которая называется Америка. Братья и сестры, все, что мне хочется сказать, что мы не имеем права остановиться в каком-то из этих периодов и не продвигаться дальше. Ты должен испугаться собственного бесплодия. Ты должен испугаться от того, если ты живешь последний год или два, и у тебя нет ответственности ни за какой участок своей работы. У тебя нет своего собственного ребенка, которого ты взращиваешь, и которого ты принесешь для посвящения Господу. И покажешь, Бог, ты поручил мне это дело сделать. Я сделал его. Это страшное состояние. Это то, о чем Христос сказал, я отсеку такую ветвь, всякую у меня ветвь, у меня всякую ветвь, не приносящую плода, я отсеку. И ты даже не заметишь, как произошло отсечение. И как Володя говорил здесь несколько воскресеньев назад, сразу эта веточка зеленая, но силы жизни в ней уже нет, она уже увядает. И я вам говорю слова Господни. Сейчас закончу пятой главой книги пророка Исаии, и вы увидите, какое это страшное наказание Божье, которое постигает церковь последнего времени, церковь 21 века. Мы уже устали просто развлекать общество. Люди, любящие Бога, они пойдут на труд, они пойдут каждый на свое поле, они будут забрасывать сети, они будут ходить по городу, они будут ходить по земле. Вы можете сказать, а что мы можем сделать в городе? Да очень многое мы можем сделать в городе. Ко мне подошел один человек, который работает в больнице, говорит, в больнице не хватает крови. Может ли, можете ли вы сказать в церкви, чтобы христиане сдавали кровь? Люди просто не имеют возможности, нужна кровь в больницах. Это служение. Мы можем, я вспоминаю, я не один раз посещал high schools, школы просто посещал. Во время перемен разрешается делать христианские клубы по изучению Библии. Я помню, собиралось 50-70 человек. Я вообще положил в себе намерение снова возвратиться в школы. Мы можем, молодые люди, мы знаем английский язык. Ребята, девушки, мы можем это делать, мы просто должны выйти в город. Меня начинает пугать, то, что одна и та же аудитория сюда приходит каждое воскресенье, и мы должны что-то говорить этим людям. Я говорю о том, что мы должны ступать на новые территории, потому что всякое место, на которое ступят стопы ног ваши, Бог будет нам давать. Я посетил парня, которому 147 лет дали. 147 лет, я не ошибся, да. Тюрьмы. Ему 25 лет. И там много русских ребят сидит, и девчат. Это служение, огромное служение. Я знаю, что вот Сережа Пислер и другие братья, они посещают, они ездят по тюрьмам. Это поле. Большое поле. Мы говорим о сотнях и сотнях людей. Людей, которые в нужде. И когда ты сядешь перед ним, через это стекло, и возьмешь трубку телефонную, ты поймешь, что ему нужно слово от Бога. Ты столкнешься с реальностью, с реальностью жуткой боли, пустых глаз, где человек ходит по ниточке от самоубийства. Ты столкнешься с реальностью, и ты поймешь, что Дух Святой, который есть в тебе, он должен что-то ему сказать, он должен что-то говорить, он должен что-то поменять в его жизни. Должен быть какой-то процесс. Может быть, это твое поле. Может быть, ты этого человека спасешь. Книга Провока Исаии, пятая глава. Воспою возлюбленному моему песню, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Тучная гора, роса туда сходила. Вы знаете, если вы были в Израиле, вы знаете, какой там удивительный климат. Я такой климат встречал только в Сочи, я встречал такой климат только в Ялте, в Крыму. Это просто удивительный климат. Настолько точный процент влажности, тепла, и еще чего-то, какого-то елея, какого-то масла, просто в воздухе удивительный климат для того, чтобы развивались растения. Это была уточненная гора, то есть лучшее место, которое выбрал Господь. И Он обнес его оградою, этот виноградник, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные, то есть самые лучшие, выбранные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило. Обведите вот это слово, точило. Почему это важное слово? Точило – это там, где давят виноград. Традиционно его давили ногами, чтобы не раздробить семечек, потому что ноги мягкие, ты только ягоду давишь, ягоду – это радость большая. Кто сегодня, если вы знаете, виноградниками занимается, это такой праздник, когда собираются эти грозди, налитые солнцем, сладкие, спелые, и для людей это огромный праздник, сбор урожая. И виноградарь этот выкопал точило. Почему? Ну, потому что. Это смысл всего виноградника. Ну, потому что. Зачем тебе виноградник, если он не принесет винограда? Если ты не сможешь выдавить вина? Ну, зачем наши встречи здесь? Зачем все эти деньги? Зачем все эти проповеди? Зачем вообще все это? Зачем вообще я вам осмелюсь сказать, христиане? Зачем вообще смерти Иисуса Христа? Зачем вообще сошедствие Святого Духа на землю? Зачем вообще, если не приносить плода? Зачем вообще обманывать один другого, собираться здесь? Нет, должно быть выкопано точило. Значит, он с верой строил этот виноградник. Настанет день. Это то, чего он наполнится гроздьями виноградными. А я себе разрешу сейчас маленькое лирическое отступление. Знаете, в течение этой проповеди, как я сейчас говорю, большинство из вас это не видит, но из зала ушло приблизительно 30 человек. Уходили, уходили, уходили. Иногда группами люди просто вставали и уходили. Это те, которые не выдержали. Еще, я думаю, человек сто сидят с терпением, просто ждут, пока эта неинтересная проповедь закончится. Да, такова реальность. Потому что, когда мы говорим о труде, это неинтересно. И еще пару сот человек сидят здесь, которые никогда перстом не двинут. и ничего, все равно не изменят после этого воскресения. Ничего, ровным счетом продержатся, как уже держались десятилетиями. Устоят, не сдвинет Господь их. Прочно стоят на ногах. И вот Господь выкопал точилом и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. и ныне жители Иерусалима, мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему? Когда я ожидал, что он принесет,